Асадок остался! Что показали лабораторные исследования алтайского бензина? Свежий взгляд! Какой он карандышев современными глазами! В бриллиантовой лиге как оценивают старт в Шанхае Сергей Шипенков и его тренер Клевцов? С новостями к этому часу Елена Кузовкина. Здравствуйте! В бензине пытались найти бензин. Чем заправляют водители края свои авто, решили выяснить специалисты крупной нефтяной компании. Экспресс-тест провели прямо на одной из автозаправок Барнаула. Вот я где заправляюсь, короче, я взял основных две компании, которые известны всем. И взял, короче, две заправки еще, которые хотел проверить. Где я пару раз заправлялся, у меня машина дергается. Ну, короче, вот мне на некоторых не заправили меня. Ну, просто убегают, короче, закрыли сейчас перед лицом окно, а вот две заправили. Акция вызвала ажиотаж среди водителей. Выстрелы с небольшой очередь шоферы принесли тару с бензином. Горючие они брали с тех заправок, куда привычно заезжают. Буквально через 15 минут приборы выдавали результаты анализа, который отражает. Несколько критериев, в том числе содержание серы и металла. В случае, если предельные показатели содержания этих элементов превышены, работа двигателя может быть нарушена. К удивлению участников эксперимента, среди принесенных проб некачественного бензина не оказалось. С данного числа 52,1 при норме не менее 51. Вспышка 56 при норме не ниже 55. Фракционный состав в норме. Все показатели. В норме, да? Да. Все, спасибо большое. В Барнауле начались отключения горячей воды. С сегодняшнего дня это коснулось жителей домов, относящихся к контуру ТЭЦ-3, сообщают аргументы и факты Алтай. О чем еще пишут на страницах своих изданий журналисты сибирской медиагруппы, смотрите в обзоре. Без отключения воды не обойтись, несмотря на то, что горожанам ситуация доставляет дискомфорт. Это слова директора теплосетевого объединения СГК в Барнауле Александра Гросса. Испытание сетей на прочность позволяет выявить их дефекты и слабые места, чтобы в дальнейшем в ходе ремонтной кампании устранить. Конечно, попытки проводить диагностику иными способами предпринимают, утверждает Гросс. Однако на данный момент опрессовка самая эффективная. Так вот, горячей воды по контуру ТЭЦ-3 не будет до 6 июня. Именно до этого времени планируют завершить ремонт сетей, на которых дефекты обнаружат, сообщают корреспонденты аргументов и фактов. Под дел протокол собрания жильцов в Политсибру пишет о руководителе Барнаульской управляющей компании ДКХ. Оказывается, жители неоднократно жаловались в госинспекцию региона на грубость сотрудников, а также плохую работу ООО ДКХ, все попытки сменить нерадивого управленца, завершались неудачей. Компания всячески этому препятствовала. Лишь после того, как госинспекция проверила протоколы общих собраний, выяснилось, что документы составлены с нарушениями. Руководитель ДКХ и жители домов предупреждены об уголовной ответственности за подделку протокола общего собрания. Вторая волна паводка может пойти по сценарию 2014 года, говорят синоптики и пишут корреспонденты информагентства Банкфакс. Напоминают, в 2014-м территория Сибири пережила сильнейшее за последние 50 лет наводнение. В этом году снега в горах еще много, и вот таяние придется на конец мая, начало июня. Подтопление возможны в пригородах Барнаула, Биска, Новоалтайска, Камни-Наби и более чем в 125 населенных пунктах региона. Между тем, жители края еще не отошли от первой волны и по-прежнему ждут компенсации от федеральных властей. Татьяна Голубева, Наши новости. В Краевом драматическом театре готовятся к очередной премьере. Беспреданницы по пьесе Александра Островского закроют 96-й творческий сезон. Журналистам показали небольшой фрагмент спектакля. Виктор Осипов в спектакле исполняет одну из главных ролей. Он Юлий Капитоныч Карандышев, молодой небогатый чиновник. Деньги и любовь – основные темы беспреданницы. По мнению артиста, пьеса Островского, написанная 140 лет назад, будет понятна и современному зрителю. Карандышев, в свою очередь, хочет быть идеалом мужчины. Он примерно представляет, что значит мужчина, как он должен себя вести. И он начинает примерять на себя эти роли, но он все время промахивается, и он выглядит нелепо. Режиссер этого спектакля Максим Астафьев на сцене драматического театра Он уже поставил Бунинские аллеи, Пушкинского смотрителя и Ерофеевских петушков. Беспреданница по пьесе Островского – это классика, переведенная на современность. Я вчера Сергею Сергеевичу телеграмму получил. Да вот обману меня, Сергей Сергеевич, не приехал. Я у него пароход покупаю. Текст произведения не изменен, а вот сама эпоха претерпела стилизацию. Это видно даже по костюмам. Первый показ «Беспреданницы» 15 мая. Спектакль откроет парад премьер этого сезона, и драма уйдет на летние каникулы. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. Не все прошло идеально, но лучшее начало сезона состоялось. Так, Сергей Шабенков прокомментировал первый свой старт в этом году. В китайском Шанхае наш земляк финишировал третьим в коммерческом турнире «Бриллиантовая лига». Обратите внимание на шестую дорожку. По ней бежит Сергей рядом в белой майке действующий олимпийский чемпион, чемпион мира Амар Маклеот. В итоге именно Ямай займет первую позицию в забеге. Вторым прибежит Испань с Орландо Артека. После них наш Сергей. Время Барнаульца 13,27 секунды. Для сравнения, ровно год назад в том же Шанхае Шабенков был всего лишь пятым. Так что это действительно лучший старт барьериста за последние годы. С этим согласен и его личный тренер Сергей Клевцов. На самом деле по первому старту никогда выводов делать нельзя. И это чисто математически, да. Первый старт быстрее, чем в прошлом. Нет, он даже быстрее, чем когда бы то ни было в Карелии. Но в дальнейшем все покажут. А так, по сути, нормальная работа этому предшествовал. Потому что все же не сваливается там с потолка. Мы нормально тренировались. Есть подход определенный. Поэтому пока, да, можно быть скорее удовлетворенным. Впереди тренировки в Барнауле и новый этап бриллиантовой лиги. Меньше, чем через две недели Шабенков отправится в американский Юдж. И в завершении выпуска прогноз погоды спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. На большей территории края прохладно и дождливо. Ветер северо-западный порывистый. Всего плюс 8 ожидается в Белокурихе. На 3 градуса теплее. В Кулундее камни на обе. Плюс 13 в Зминогорске. В Барнауле дождь и до плюс 12. На этом у меня все. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. Плодотворной вам рабочей недели. До встречи в эфире.